Здравствуйте! В эфире первокарагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. День труда. Праздник новый, но со старыми традициями. Улы Тау – история, которая впиталась в землю Казахстана и в душу народа. Шахтер сполз на шестое место в казахстанской премьер-лиге. Ко дню труда за вклад в развитие города карагандинцы получили юбилейные медали. Новый праздник будут отмечать ежегодно, в последнее воскресенье сентября. В преддверии празднования Дня труда Аким Акараганды Нурлан Хаубакиров встретился с руководителями и работниками предприятий города. 29 жителей региона получили юбилейные медали и благодарственные письма. Сегодня мы хотим отметить тех людей, которые своим упорством, своим трудом добиваются результата, добиваются того, чтобы о них говорили, чтобы на них равнялись. Позвольте мне начать приятную миссию и наградить вас за вклад в развитие социально-экономической жизни города, «Активную трудовую деятельность на благо карагандинцев и всего Казахстана» за вклад в развитие социально-экономической жизни города, активную трудовую деятельность на благо карагандинцев и всего Казахстана, градоначальник вручил рабочим и руководителям предприятий благодарственные письма, а также юбилейные медали к 80-летию города Караганды. День труда призван пропагандировать рабочие профессии среди молодежи, укреплять традиции рабочих династий. Недавно в столице прошел республиканский форум к обществу всеобщего труда. В нем приняли участие 226 делегатов со всех регионов, лидеры профсоюзного движения, представители бизнес-сообщества и международных организаций. В ходе форума отметили заслуги тех, кто внес весомый вклад в развитие ворно-металлургической и нефтегазовой промышленности, машиностроения, сельского хозяйства и других не менее важных отраслей. А в Карагандинском городском кемате чествовали наших лучших работников. Эффективным механизмом поддержки являются две государственные программы, которые у нас есть. Это дорожная карта бизнеса 2020, производительность 2020. И со стороны руководителей предприятий хотелось бы, чтобы вы, вот многие здесь руководители, воспользовались этими механизмами для того, чтобы наша продукция, карагандинская продукция, была более конкурентоспособной. В последствии она завоевывала новые ниши, как на территории нашей страны, так и на территории таможенного союза, так и дальнего зарубежья. Среди награжденных – Егор Бабкин. Токарь, как говорится, от Бога. С 1967 года работает в ТОО «Карагандинский завод металлоконструкций». Приехал в Карагандук в 50-х годах прошлого столетия с Алтайского края. Он только-только после войны, только начинался развиваться. Укреплялись, развивались шахты. Были землянки, старые базары земляные. Потом уже пятиэтажки. Трудно в двух словах рассказать о изменениях, которые произошли в городе и в Казахстане за почти 40 лет жизни. Но в День труда предусмотрено чествование людей труда, ветеранов труда, тех, кто добился результатов в трудовой деятельности. И в будущем предусмотрено награждение медалью «Янбек Ардагерли». Такая медаль учреждена впервые. Если человек трудится и его ценят, ему легче живется, и он дольше живет. Сергей Высокозов, Айдын Жакан, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Новый глава области на минувших выходных взялся за лопату. Причиной этому послужил областной субботник. Аким Карагандинского региона Нурмухамбет Абдибеков вместе с горожанами посадил более полусотни деревьев. Субботник власти провели как раз накануне праздника Дня труда. Он прошел в пяти городах и четырех сельских районах. В нем приняли участие коллективы, 1800 предприятий, учреждений, организаций и учебных заведений. Или более 56 тысяч человек. Было задействовано 152 единицы специализированной техники. Убрано свыше 1000 гектаров территорий населенных пунктов. Ликвидировано 109 несанкционированных свалок. Посажено 2000 деревьев и кустарников. Глава области вместе с ветеранами труда высадил 50 сосен в сквере у Вечного огня. Мы высадили 50 сосен. Думаем, что это будет хороший подарок городу. Они завтра вырастут и украсят этот сквер наш. Даже неблагоприятные погодные условия не помешали властям выйти на субботник. Нурмухамбет Абдибеков отметил, что озеленение города продлится вплоть до 10 октября. Также другие работы будут проводиться до середины этого месяца. Благоустройство города и санитарные очистки. Власти призывают всех жителей нашей области включиться в работы по благоустройству шахтерского региона. Прошла необычная церемония награждения предпринимателей в городском конкурсе «Лучший благоустроенный объект бизнеса». Победители чествовали в непринужденной обстановке. За торжественным ужином с большой концертной программой в ресторане «Ясар». Основной задачей конкурса являлось улучшение внешнего вида города. Проведение данного конкурса имеет большое значение для внешнего облика нашего города. Комиссия оценивала объекты по строгим параметрам. Внешность фасада, архитектурные строения, санитарное состояние, реклама, наличие зеленых насаждений, оформление клумб и многое другое. В этом году, второй год, второй раз проводим конкурс по благоустройству территорий предприятий малого и среднего бизнеса. И нам очень приятно, что наши бизнесмены с удовольствием откликаются на нашу инициативу. И, может быть, это еще не очень много в рамках нашего города, но, тем не менее, те шаги, которые уже предпринимаются, мы можем сами увидеть. В конкурсной комиссии было представлено две номинации – «Постау» и «Аманат» – в каждой по три призовых места. Туристическое агентство «Бархатный сезон» заняло первое место в номинации «Аманат». Сотрудники вложили вклад в культуру благоустройства нашего города, озеленив большую площадь около своего офиса. Я думаю, что, ну, скажем так, долг каждого карагандинца – как можно лучше украсить свой город, придать ему более уютный вид, как снаружи, так и внутри. Очень приятно, когда проходишь мимо, ну, у нас многочисленное количество офисов разнообразных компаний в городе, поэтому очень приятно, когда проходишь мимо и видишь благоустроенную территорию, где можно посидеть, отдохнуть, ну, то есть радуется глаз. Победители номинации «Бастау» награждали Аким района имени Казбекби, Рустем Кабжанов и первый заместитель председателя районного филиала партии «Нуратан» Алма Бектурова. В конкурсе принимали участие рестораны, кафе, магазины, туристические агентства и другие предприятия. Номинанты получили ценные призы и дипломы. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. Депутатский дозор. Как карагандинские общественники реализуют проекты в рамках госзаказа и чем помогает местной молодежи, специально созданный при Акимате города-центр. Интересовались накануне депутаты городского Маслихата. Народные избранники провели выездное заседание по теме «Государственная поддержка» НПО. Вместе с ними ездила и наша съемочная группа. «Наша будущая сила в молодежи» решили партийцы Нур-Отана и постановили создать в каждом регионе центр по работе с молодежью. В Караганде на городском уровне тоже теперь есть такой центр. Его открыли в феврале 2013-го при отделе внутренней политики аппарата Акима города. Если говорить о крупных проектах, получается, мероприятие проводим в 80-летии города Караганды, молодежный клуб «Каз-клаб» по изучению государственного языка и пропаганде культуры казахского рода. Также все в рамках государственных праздников, День языков, День семьи, День молодежи и других мероприятий, проводятся различные мероприятия. При проведении мероприятий мы максимально стараемся вносить какие-то новые формы». Продвинутые молодые парни и девушки Караганды приобщают своих сверстников к патриотизму, помогают интересно жить и пытаются уберечь от экстремизма, рассказали депутатам в Центре по работе с молодежью. Для этого действуют напрямую или через социальные сети. Заодно пояснили, как тратят бюджет и в чем нуждаются для более эффективной деятельности. Говорят, одна из проблем – маленький штат. С таким количеством людей трудно охватить каждого тинейджера или студента, рассказывает директор Центра. «Существует такая проблема, что в основном молодежные организации работают с организованной молодежью, которая учится в школах, в колледжах, а есть другая молодежь, которая, допустим, самозанятая, занятая молодежь. И на самом деле очень хороший вопрос. Мы максимально всегда стараемся проводить мероприятия также параллельно с занятой молодежью. То есть у нас в основном работают с категорией от 16 до 22 лет, которые проще найти, а не в вузах организовать. А от 22, которые выпускники в вузах, и которые на сегодняшний день работают, с ними проблемно построить работу». К чему стремиться в идеале и как работать с молодыми людьми, которым интереснее общаться неформально, во дворах молодежному лидеру Караганды подсказали народные избранники. То ли дело раньше, был комсомол. И идеология была, и патриотизм, и эффект от работы с молодежью. Как говорится, нет предела совершенству. «То, что они предлагают, я лично буду поддерживать при рассмотрении бюджета, выходить из предложения, обоснования, бюджетной заявки, чтобы уже можно было тогда поддержать». «Мы в рамках обсуждения бюджета еще встретимся». Следующая встреча прошла в Центре социально-психологической адаптации для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Директор общественного объединения «Мир добра» Татьяна Абрамова в нынешнем году занимается этим проектом по госзаказу. Эта семейная пара с двумя детьми испытывает трудные времена. Однако пребывание в Центре адаптации рассчитано на 10 дней. Здесь им оказали возможную поддержку и станут отслеживать дальнейшую судьбу. «В двору не остались один день, потому что заплатить за общежитие нечем. То есть мы объясняем, что можно, что не можно. И вот люди 10 дней выписываем сюда направление, они к нам сюда приходят и проживают». Одной из рекомендаций депутатов в прошлом и в нынешнем году было продлить подобные проекты не на один год, а на два-три, чтобы процесс с окончанием бюджетных денег не прекращался. Кроме того, депутат Татьяна Кравченко, сама общественница и руководитель общественного объединения «Лучших надежды», который помогает детям и подросткам с особенными потребностями, считает, что у организаций, участвующих в социальном заказе, должны иметься и собственные возможности не прерывать проект. «Да, я считаю так, что все равно в любом случае работа не должна прекращаться. А уже как выходить из этого положения, решает тот исполнитель этого госзаказа, как он будет дальше работать. Может быть, это не настолько масштабно, что, допустим, вот эти 75 человек, но в любом случае не прекращать. Потому что все равно в любом случае эта же организация идет на следующий год для участия в конкурсе». Все увиденное сегодня депутаты намерены обсудить на ближайшем заседании постоянной комиссии с участием чиновников и общественников, а свои рекомендации народные избранники направят в отдел внутренней политики Караганды. Впереди короткая реклама, оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галдек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Троих браконьеров задержали сотрудники природоохранной полиции ДВД Карагандинской области при проведении рейдовых мероприятий. Это произошло 28 сентября в Улутауском районе. «Олутау Оломикеным» под таким названием прошла международная научно-практическая конференция с участием ученых, деятелей культуры Казахстана и других стран. Также улутаусы стали участниками международного фестиваля традиционной музыки тюркоязычных народов «Олудала Саза». Целью мероприятия было сохранение традиции тюркоязычных народов для грядущих поколений. В форуме приняли участие гости из Турции, Монголии, Кыргызстана, а также ряда субъектов Российской Федерации. Улутау занимает особое место в сознании всего тюркского народа. Здесь жили великие политики, воины и агны прошлого. Улутау является центром казахского народа. На самом деле это центр всего евразийского народа. Культура, история, наследие – все это сохранилось на нашей земле. Здесь родилась Алтынарда. Улутау – это настоящий музей под открытым небом. В рамках форума состоялась республиканская научно-практическая конференция с участием ученых, деятелей культуры Казахстана и других стран. Были обсуждены необходимые меры для развития туризма в Улутау. В частности, говорилось о необходимости оборудования специального комплекса, строительства инфраструктуры. Монумент государственной целостности и единства народа Казахстана требует обновления, полагают участники конференции. Раньше наша история писалась чужими людьми. Теперь мы имеем возможность писать свою же историю, исходя из своих взглядов. Сейчас в школах есть предмет «История Казахстана». Я считаю, что этот предмет надо переименовать на историю казахского государства. Улутау является священным местом для нашего народа. Когда-то именно здесь зарождались наши великие ханы, потомки Жоши Хана. В конце вечера был проведен айтыз, в котором именитые аквилин воспевали великие горы Улутау дух кочевых народов. Затем свое творчество представили участники международного фестиваля традиционной музыки тюркоязычных народов Улы-Даласа. Ануар Сейдрахим, Сергей Высокосов, Бахия Роспанов, Первый Карагандинский. Туберкулезу надежный заслон. На борьбу с ним выделено 2 миллиарда 191 миллион тенге. 29 сентября Акимобласти Нурмухабет Абдибеков провел совещание, на котором был рассмотрен ход реализации комплексного плана по борьбе с туберкулезом в Республике Казахстан на 2014-2020 годы. В рамках комплексного плана проведена оптимизация коечного фонда. Больные с устойчивыми формами туберкулеза сконцентрированы в областном противотуберкулезном диспансере. Проведено разделение больных по степеням заразности. Используются современные ускоренные методы диагностики для раннего выявления устойчивых форм туберкулеза. В хирургии туберкулеза внедрены современные малоинвазивные методы оперативного лечения. Ситуация в этом отношении у нас в Карагандинской области имеет определенную тенденцию к улучшению. Но еще кардинального изменения, на наш взгляд, не произошло. О текущей ситуации и мерах по борьбе с этим социально значимым заболеванием доложил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев. Так, по итогам 8 месяцев 2014 года, в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, отмечается снижение заболеваемости на 9,6%, снижение заболеваемости среди детей на 1,5%, снижение заболеваемости среди подростков на 0,3%, снижение смертности на 7%. По его информации, противотуберкулезную помощь в области оказывают четыре специализированных диспансера общей конечной мощностью 853 места. В них работают 117 фтизиатров и 519 человек среднего медицинского персонала. В то же время, в сравнении с республиканскими показателями, заболеваемость и смертность от туберкулеза остается высокой. Одной из главных причин является большая концентрация пенитенциарных учреждений в регионе. Кроме того, требуют решения такие вопросы, как изоляция хронических больных, не поддающихся лечению, обеспечения социальным пакетом больных туберкулезом на амбулаторном этапе лечения, оснащение современным медицинским оборудованием. Мы расширили рамки скринговой группы, пошли на это умышленно для того, чтобы просонировать имеющиеся очки туберкулезной инфекции, чтобы в следующем году получить истинные цифры по Карагандинской области. В связи с этим, Аким области дал конкретные поручения, в том числе внести предложения по вопросам социальной поддержки больных туберкулезом за счет средств бюджета городов и районов и по структуре противотуберкулезной службы, а также по материально-техническому оснащению противотуберкулезных диспансеров и обеспечению их необходимым количеством специалистов. Состоялось открытие филиала фитнес-клуба «Аэрофит» в Майкудуке, во время которого был проведен розыгрыш призов от абонементов до велосипеда. Суперпризом стал годовой абонемент посещения клуба. Открылись мы на новом месте. Нас был один, теперь нас два. Давайте дальше будем вместе. Чего же ждать? К здоровью шаг. Давайте сделаем все мощный. Быть сильным не обязан ты. Здоровым быть обязан точно. Несмотря на непогоду, на Востоке-2 на открытие фитнес-клуба «Аэрофит» пришло более 200 человек. Гостей согревала благоприятная атмосфера и выступления инструкторов клуба. На мероприятие были презентованы самые популярные групповые программы, веселый и непринужденный сайкл, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и дает позитивный заряд энергии. Сон и подтвердил в очередной раз. Зарядил и загрел всех, кто пришел на праздник. В исполнении красивых и обаятельных сотрудниц клуба нежно и изящно было продемонстрировано программа «Пилотес», включающая в себя элементы йоги и балета. А потом зажигательная зумба взорвала зал своими ритмами и подарила хорошее настроение. В стороне не остались атлеты клуба, показав свою мощь и силу на турнике, в брусьях и в упражнениях со штангой, а также показали в деле, что такое силовой экстрим. И вот настал тот самый момент, розыгрыш призов. На сцену вынесли барабан, с которыми были имена и фамилии зарегистрированных участников. Для объективной честности с барабаном работать допустили только ребенка. Он не определил, обладателем недельного абонемента в фитнес-клуб также разыграл велосипед. А обладателем суперприза годового абонемента стала счастливая Зайкова Ольга. Я очень рада, что я выиграла годовой абонемент. Спасибо клубу. Будем стараться ходить и вести здоровый образ жизни. У Майку Дуксов появилась прекрасная возможность заниматься в одном из лучших фитнес-клубов Караганды, на тренажерах мирового бренда, посещать различные групповые программы. Аналогов в Майку Дуксе ему еще нет. И в ближайшее время не будет. Фитнес-клуб оснащен самыми новейшими тренажерами на все группы мышц. Богатая кардиозона. Здесь могут заниматься дети и взрослые, или любой желающий, решивший поправить свое здоровье и стать красивым и сильным. Вас встретят доброжелательный персонал, высококвалифицированные инструкторы. Дорогие жители Октябрьского района, добро пожаловать в наш фитнес-клуб. Фитнес-клуб «Аэрофит» существует год. На данный момент мы открыли второй филиал, он будет находиться в Майку Дуке, на Востоке 2. Добро пожаловать к нам, мы всегда рады видеть вас в нашем клубе. Фитнес-клуб «Аэрофит» оснащен лучшими беговыми дорожками. Просто подходишь, включаешь, набираешь скорость, нужный наклон и побежал. Бигзат Аликайдаров, Айдин Джахан, Бахтяр Аспанов, первый карагандинский. Шымкенский футбольный клуб «Ордобасы» потеснил наш клуб на шестое место. Карагандинский «Шахтер» уступил им со счетом 3-2. В рамках 27-го тура казахстанской премьер-лиги по футболу горняки встречались с «Ордобасы». Игра оказалась результативной, но не принесла победы нашему клубу. В конце второго тайма наш голкиппер пропускает два мяча в исполнении Азата Нургалиева и Яркебулана Тумушпаева. Во втором тайме вышедший на замену Михер Топчагич сокращает счет на 61-й минуте, но уже на 68-й минуте Бигзат Бесенов увеличивает разрыв в счете. В конце второго тайма Михер Топчагич забивает гол с пенальти, лишь сокращая разрыв в счете. Итог на табло 3-2 в пользу гостей. После этого поражения карагандинский «Шахтер» опустился на шестое место, пропустив вперед «Ордобасы». Следующий матч состоится 4 октября с Алматинским Кайратом. Пожелаем удачи нашему клубу. Шоу продолжается. Ламбада в исполнении вратарей. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» проявил характер и волю к победе в матче против узкоминогорского «Касынг Торпеда». Танцами на льду наши хоккеисты выразили радость победы. Хоккейный клуб «Сарарка» вновь порадовал болельщиков победой. В рамках чемпионата высшей хоккейной лиги наш клуб принимал «Касынг Торпеда». Хоккейные баталии прошли очень ярко и подарили массу эмоций у болельщиков. Первую шайбу в наши ворота забивает Тему Вертала, а Евгений Гасников быстро сравнивает счет. Но он долго не удерживается. Тему Вертала вновь выводит свою команду вперед, но в этот раз Денис Тасюк уравнивает голевые шайбы. Во втором периоде обмен забитыми шайбами организовали Георгий Петров и Евгений Гасников, тем самым записав дубль на свое имя. Третий период практически до окончания игры не определил победителя. На последних секундах Александр Угольников приносит победу нашему клубу. Счет 4-3. Волевая победа Сарарки. После игры было шоу, танец Ламбада, исполнение голкиперов Игоря Брикуна и Михаила Демидова, а также нападающего Артура Кузьменькова, которые подарили болельщикам хорошее настроение и зарядили положительной энергией. Пожелаем удачи нашему клубу в игре против Красноярского Сокола. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова